привет друзья у нас очередные прогулки и сегодня с нами артём привет артём здравствуйте и он нам расскажет поделиться своим мнением о миграции своим опытом как вообще это проходило давай ты вначале просто расскажешь поделишься насколько тебя было сложно и что-то предпринимал вообще как получилось до сюда приехал in first place если прям очень коротко меня зовут артём мне 29 лет живу в норвегии почти что два года приехала сюда в августе 2019 сначала я год жил в маленькой деревне волда это на западе страны там я учу норвежский язык после этого я перебрался в осло из прошлого августа я живу здесь учусь я студент учусь работаю потому что нужно как-то жить выживать богатых родителей у меня нет поэтому крутимся как можем сами самый частый вопрос который задают люди по поводу миграции типа что ну как же так вот там оставить семью типа это же сложно вот как у тебя происходил этот процесс до того к еще как ты приехал на самом деле оставить семью не так сложно если тебя и особо нет если бы у меня была жена дети тогда наверное было бы сложно а когда ты свободный молодой человек то в принципе тебе терять особо нечего ты очень мобильный и подвижный и все двери все дороги перед тобой открыты друзья ставить это уже немножко другое это уже немножко другое потому что ну ты об этом просто не думаешь ты все знаешь все негативные моменты ты такой от них открещиваешься и а да пофиг разберусь нормально все будет и в итоге когда приезжаешь ну ты как-то так или иначе здесь все равно находишь какое-то общение это конечно не то это совсем другое по-другому здесь все происходит но так или иначе жить то можно и принципе к этому привыкаешь хотя бывает так что не безболезненно например весь прошлый год был очень тяжелый плане как раз вот то о чем ты говоришь типа что-то там оставил что позади было то есть контраст такой там раньше прежняя жизнь там друзья жизнь и работа деньги у тебя там все хорошо а сейчас ты приезжаешь сюда и ты все с нуля начинаешь и вот с нуля делать все эти первые шажочки это психологически не самые приятные занятия хорошо интересно у меня кстати тоже похожие мысли на этот счет наверно насчет моего переезда я в принципе примерно в то же время переехал стоит и вот и столкнулся наверное по большей части с тем же всем вот но расскажи тогда свое впечатление о том что ты получил от этого переезда и как ты оцениваешь его что он скорее принес тебе дал что-то или он скорее был или он скорее что-то забрал то есть вот какой-то такой балл балансный вопрос ну смотри надо понимать что поскольку я сюда приехал учиться то целью наверное моего пребывания здесь как такой минимальный является получение образования вот когда я получил образование тогда можно будет сказать что так уже что-то я здесь получил и уже дальше можно будет думать типа что с этим делать оставаться здесь искать работу здесь или в другой стране в россию вернуться там уже ближе к делу это станет ясно сейчас на данном этапе сложно говорить потому что я в процессе пока процесс не завершён мы летим улыбаемся и машем но вот ты говоришь в плане баланса и как раз вот я понял одну простую вещь что лучше вообще назад не оглядываться вот правда просто вот вырубать себе эту функцию думать там и ностальгировать о том он как все было прекрасно ой там у меня было тот это был тот нахер просто бери себя и контролирую вот вырубай это пресекай любые попытки вот когда у тебя там начинается какая-то хандра просто это пресекаешь и каленым железом это выбиваешь интересно я вот наверное чуть-чуть здесь может другую точку зрения озвучиваю от себя что хотя у меня был такой соблазн подумать о том чтобы максимально пресечь все всякие такие размышления но на самом деле я не стал и со многими конечно ребятами и я сейчас до сих пор общаюсь со своими друзьями кто-то ко мне приезжал в гости вот но сейчас какой за короны конечно это все значительно меньше и реже вот но в принципе я бы сказал так что в общем то можно выбирать дозировки того сжечь мост на сто процентов или на 50 или построить маленький пешеходный вместо автомобильного ну ты понял на самом деле ты все правильно говоришь просто вот надо понимать что ты упомянул тот момент корона у меня как раз период адаптации пришелся на корону когда толком выехать отсюда въехать сюда проблематично и вместо того чтобы подзарядить как ты знаешь получить какие-то новые впечатления там подзарядиться перезагрузиться отдохнуть развеется ты варишься здесь то есть ты не выездной толком не тени тебе податься некуда новых впечатлений у тебя не так много плюс еще бытовуха давит у тебя там деньги заканчиваются нужно нужно что-то с работой делать и так далее то есть такие вот вопросы начинают тебя просто разъедать а к если бы была возможность путешествовать ну ты как-то так или иначе наверное все таки это проще перенести поэтому здесь по мне наверно корону просто ударил в общем такой простой вывод для вас сегодня друзья не переезжайте в корону переезжайте в нормальное здоровое время когда можно продолжать переезжать если вдруг что-то пошло не так окей давай так какой один или два самых громких вызова которые были у тебя вот в процессе приезда что для тебя было наиболее сложным смотри у меня так получилось два момента до 12 смотря насколько они соизмеримы знаешь по сложности вот так вот смотри первые у меня челлендж такой возник в как раз после того как я закончил курс в волде это там как раз мою месяц у меня заканчивались деньги просто иностранному студенту чтобы учиться в норвегии нужно иметь на счету 120 тысяч крон на первый год у меня эти деньги были я заработал я скопил эту сумму и вы постепенечку постепенно это все проедал 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 и где-то уже к лету у меня встал вопрос что блин вообще надо уже что-то с работы делать а это уже пандемия в маленькой деревне работу найти нереально практически и и до этого я искал не нашел ничего а в пандемию стал вообще нереально плюс лето когда вся норвегия отдыхает почти и я понял что надо что-то делать с этим стал ну решил в осло как раз переехал по этой причине и чем что в чем заключался в том что у меня на момент когда период переехал в осло у меня на карте оставалось 970 крон вот эту сумму я прям запомнил на всю жизнь я приехал в город у меня не у меня на карте по и 120 тысяч у меня 970 это все мои кроме крови потом заработаны работы нет все делать берешь просто садишься садишься за ком клепаешь себе резюме там друзей норвежцев просишь отредактировать резюмешку там сопроводительное письмо и начинаешь просто яростно рассылать это ты открываешь там финн ну сайты с поиском работы финн или наф и просто бомбардировку устраиваешь тышь 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 как из пулемета и просто ждешь что тебя куда-то позовут а тебя никуда еще и не зовут и ты просто в расстроенных чувствах ты не знаешь что ты делал тебя паника потому что все деваться некуда вот просто жопа горит настолько что ну в итоге мне я просто во все колокола бил и я еще на фейсбуке там в группе русскоязычных пост дел и оттуда как раз не пришло первое как бы такое такая наводочка полезная которая выстрелила и на эту то есть на эту меня ушло там 13 дней чтобы найти работу с того момента как я приехал и того как я пришел контракт спасибо сколько ты сказал 13 дней ну 13 дней это прям я что супер и супер лак вообще ну это прям яростно потому что я бегал еще по городу в каждую кебабную там бургерную забегал тоже спрашивал если работа там телефон свой оставлял упрость на реально настолько во все колокола бишь ну тогда да тогда тогда да а какой второй второй ну вот это скорее как раз вот именно психологически то что вот началась осень я вроде как с финансами решил более-менее вопрос то есть по крайней мере стало понятно что с голоду я не сдохну и меня не депортируют и тут уже вот как раз стал вопрос о том что блин я вот тут горячусь на этих никчемных работках подработка заран пытаясь как-то концы с концами свести а там позади у меня была моя любимая работа хорошая который мне нравилось который приносил удовольствие вокруг которой всем весь мой мир вращался в принципе это вот да это второй такой момент а в целом наверное больше не имеет даже не что так выделить интересно интересно а у тебя какие были ну я наверно сворую ответы скажу что психологически наверно тоже был в какой-то степени но в принципе это все подконтрольно то есть это с этим всем можно управлять куда идем туда какой-то непонятный переход это интереснее согласен да вот а кроме того наверно второй вызов который до сих пор мне не до конца у меня как бы всегда поиск работы занимал до 6 месяцев и первый раз и второй раз и третий раз как бы что я что-то находил все три раза было примерно шесть месяцев там плюс-минус месяц смотря как считать вот и наверное это бы было быстрее да если бы я хотя бомбардировал тоже довольно много и активно но может быть не знаю недостаточно может быть конечно еще повлияло то что боятся многие работодатели брать без норвежского хотя войти это вообще как бы тема абсолютно ненужная и все равно все работают на английском потому что все весь софт на английском все в английском и ну не то что прям весов на английском но по крайней мере ты общаешься со своими контракторами если они международная фирма то они скорее всего будут в другой стране и все у тебя автоматами язык получается английский вот и это какая-то такая сюрреалистичный боязнь потому что ну в реальности естественно технологическим компаниям когда ты работаешь технологическим панте не нужен язык никакой кроме английского особенно не нужен но все равно конечно если есть местный язык это упрощает вот но этот как бы вызов до сих пор он преследует меня до сих пор я продолжаю учить норвежский но по правде говоря это заняло чуть больше чем хотелось бы хотя я могу сказать что я понимаю большей части письменную речь письменную речь можно так сказать письм письменный язык но когда они говорят все зависит от норвега кого-то я понимаю почти полностью кого-то но большинство я понимаю средний или плохо вот и наверное вот этот вызов потому что хотелось бы понимать их лучше и это бы помогло мне каких-то мелких квестах но как бы глобально принципе да глобально в принципе не могу сказать что было прям прям какие-то такие сильно большие проблемы да про язык ты тоже такой важный момент затронул я его как-то тоже немножко пропустил хотя я учил 9 месяцев этот норвежский язык но это был такой супер мега интенсив за который за это время в себя пытаются впихнуть как нужно больше и ты просто физически не справляешься с этими объемами то есть ты да ты что-то усваиваешь ты говоришь ты начинаешь то есть а получается но это все настолько криво косо на выходе ты у тебя есть конечно какая-то база неплохая достаточно база который в принципе можно стартовать и учиться работать и как-то более-менее взаимодействовать с норвежцами не вливаться в местное общество но в целом это настолько хреновый уровень что я еще буду уже считаю два года я живу я считаю что норвежский не знаю я я я его по максимуму стараюсь использовать во всех сферах ну когда речь не касается там каких-то очень серьезных вопросов с какими-нибудь там государственными учреждениями когда мне надо там что-то важное выяснить там конечно только английский а так ну все равно есть язык тоже такой момент еще за этого сложно немножко взаимодействовать с норвежцами я учусь у меня в группе одни норвежцы то есть я один единственный иностранец у меня нет как бы второго такого ложка иностранца который бы также вступил бы как я с которым прямо хоть немножко как-то сблизиться а с ними напрямую меня не особо получается потому что они говорят быстро думаю быстро а ты пока это все у себя в голове сформулируешь переведешь процесс общения он слишком сильно растягивается я понимаю что им со мной не особо комфортно так же как и мне с ними хотя ребят хорошие они ко мне хорошо относится я к ним хорошо отношусь то есть как бы ничего такого нет просто вот в каком-то таком примитивном уровне это немножко сложно без сложности взаимодействия мы дошли до нее но не то чтобы дошли но почти наверно либо там да либо там можно вернуться принципе да я думаю что тут особо то вариантов нет вон вон дорога и она наверняка идет вверх скорее всего ты прохнул да клубом кирхи здесь да проход ну кирхи это церковь по норвежски да 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 черт что бишь то же самое окей тогда опять вопрос весов и баланса какие две самые большие плюхи которые ты можешь видеть или не две-три там сколько у тебя их после переезда что что-то такое прям что может быть ты не ожидал но ты здесь встретил нашел иметь сюда прям плюхи от которых я там кайфую что ли или что-то может лане наркомании нет нет конечно конечно это будет сленговый был термин не 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 профи не профессиональная деформации термин то есть вещи которые мне здесь типа нравится что ну да 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 ну вот какие-то такие инсайты вот как мы сказать что мы столкнулись с норвежским допустим да это был относительно большой а преграды до сих пор является а вот нам что-то такое припомнить что наоборот было не преграды а преграды а наоборот как бы не ожидали она вот стала классно сложно сказать чего не ожидал скорее а вот здесь для сфокусировался на то что в принципе примерно представлял как она и что меня не разочаровала просто наверное силу того что я это переживаю сейчас эффект как бы от этого усиливается во-первых это природа потому что ну чертовски красиво здесь ну блин ну невозможно в эту страну не влюбиться просто это вот вот была просто любовь с первого взгляда когда сюда в семнадцатом году первый раз приехал и вот до сих пор меня не отпускает невозможно хочется ездить хочется лазить по горам хочется гулять по лесам вдоль фьордов если ты любишь горы то те крыши снесет любом это на это единственное что может ну а то снова отъехать потому что здесь достаточно так не очень высоко не очень так привет дальше момент мне прям хороший вопрос задал прям даже сейчас заставил призадуматься что же еще то там так такого ну в целом наверное осознание того что я переехал потому что это все равно это просто само по себе это очень интересное переезд и узнавать эту страну открывать ее для себя пытаться интегрироваться это тоже это своего рода челлендж но он такой знаешь приятный это не то что вы тебя там деморализует это скорее наоборот тебя подпитывает чтобы двигаться дальше то есть это как раз интересно если ты в душе свои вкусы и природе следовать первооткрыватель то тебе эта тема зайдет точно вот мне зашло согласен согласен пола полностью короче это как бы две стороны одной медали у нас с одной стороны сложности того что ты переехал все незнакомое непривычно с другой стороны в этом и кайф да да именно то есть кайф как раз в том что ты делаешь что-то необычное для себя и принципе что-то новое а как ты думаешь в плане того допустим если бы тебе сейчас предложили такую сделку что вот артем давай какая компания тебя позвала на не знаю 50 или 100 процентов высший оклад но тебе нужно было бы переехать в другую страну о которой ты не уверен лучше она или хуже как бы ты отреагировал на такое предложение например новая зеландия знаешь соизмеримая с норвегией сложный вопрос или швейцария слушай ну тут наверное надо соглашаться потому что во первых насколько ты насколько ну со швейцарией по крайней мере с условной я не думаю что прям сильно норвегия отличается от нее там какие-то наверное государственные институты как-то по-другому работают может быть но в целом то жизнь европе она более или менее примерно одинаковая во всех странах там есть да конечно свои особенности в каждой стороне но если мы говорим про западную европу то есть про европу ты скорее всего согласился бы европе если это западная европа если это германо-язычная страна то я соглашусь если новая зеландия там понимаешь там проблема только была бы для меня одна это расстояние до дома чтобы вот слетать туда обратно повидаться это было бы очень проблематично и тут для задумался стоит ли она того потому что мне все таки хотелось бы ездить домой видеться с родителями видеться с друзьями потому что это важно согласен я тоже поэтому и своего exit пула новую зеландию выкинул за то что перелеты туда-сюда это да 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 то есть это туда на еще больше самоизоляции чем на корону в норвегии ну или даже австралия тоже самое тоже мне кажется съездить знаешь было бы неплохо там типа как по обмену там на полгодика вот так максимуму пожить там вот покайфовать потусить не новые впечатления с там кардинальным впечатлений и как бы в принципе вернуться так чтобы на постоянку на пмж не неизвестно на сколько лет тут да тут вопрос по крайней мере если у тебя стоит выбранка из россии ехать в новую зеландию или норвегию тут на самом деле я именно поэтому тебе задал вопрос то что здесь уже не так просто однозначно ответить да мне кажется практически каждый день что есть частичная облачность но вот примерно в таком ключе я просто уже сколько раз закаты здесь последнее время были а я до сих пор никак не поймаю глазами это тебе значит у тебя времени мало чтобы одно сейчас было да потому что экзамен работа экзамен готовится куда сюда домой приходишь язык на крючок теперь я стрелялся и пишу видосики кстати ребят если вам интересно чего-нибудь у нас спросить задать вопрос о том как мы живем может быть задать какую-то большую глобальную тему любую в общем то совершенно особенно если мы способны поддержать то это будет видос чуть подлиннее если нет то чуть покороче но вы можете писать в комментариях под видео любые вопросы и мы постараемся в том или ином формате на них ответить может быть даже отдельным видосом особенно если бы это будет такая какая-то общая глобальная тема на которую можно поразмышлять погулять по красивым местам так что пишите так ребят мы решили продолжить сегодняшнюю нашу тему начатую ранее и вторая часть у нас будет прямо сейчас собственно магия подумали мы о чем о том что здесь на самом деле норвегия поделена на регионы я бы рассказал не меньше четырех пяти до регионов 11 а вот так это ты это ты про это ты про фюльки то есть это регионы формальные а я говорю 45 это языковые регионы то есть если сейчас ну это мое мнение не знаю может я ошибаюсь то есть что интересно сказать про норвегию то что в отличие от россии где человек с востока и там запада как бы друг друга поймут но будут какие-то небольшие смешные моменты да но в целом как бы все будет понятно здесь же более существенная разница в языках по крайней мере для тех кто не знает норвежский народ еще более существенно просто между регионами то есть поезжайте в берген там немножко вранцузский акцент появляется в норвежском как карта во французский ну это как мне кажется это не ну и может не совсем в бергене но я жил просто девочка в бергене и у нее вот прям женито пассажиры вот прямо просто ну супер французский акцент и я просто вообще если я хоть чуть-чуть навески понимаю я ее нет во первых я английский и почти не понимал норвежский уже подавно да нет в том ты но она кстати выглядела как француженка но я спрашивал ее потому что блин было obvious да но нет нет это просто вот так совпало вот что она выглядит как французенка и горит как французенка но вот как тебе вообще вот этим вот этот момент с языком встречался ли ты с ребятами из других регионов насколько тебе сложно было с ними грушина я постоянно с ними встречаюсь как бы у меня в группе ребята из разных концов страны и моему большому счастью нет как раз никого из бергена я просто чтобы объяснить вер то что на западе страны так говорят люди немножко по-другому вообще надо понимать в норвегии есть два основных языка официально письменных языка их два это так называемый букмол который очень близок к датскому языку и есть так называемый нюнош это новый норвежский который был более скажем так сформирован где-то в 19 веке он оформился как визы как отдельно потому что там достаточно такие серьезные различия и надо понимать что это именно письменные языки и все норвежцы прекрасно понимают оба языка но просто какие-то используют чаще диалекты которые базируются на неножке а кто-то диалекты которые базируются на букмоле и западная часть страны вестлан там как раз люди используют основном неножек и там тоже внутри немножко скажем так есть куча разных диалектов и в чем разница в этих диалектов разница во-первых произношение просто некоторые звуки вообще по-другому произносятся во-вторых из-за того что из-за разницы между неножками букмолом там сами слова пишется по-другому произносится по-другому и вообще часто слова другие в принципе я вот сходу не могу пример какой-то привести но и кище это тот пример который я все время привожу и кище да частица отрицания она до букмоле она звучит ике на немножко и а где-то может быть и хе то есть тут ну это просто разница в произношении а бывает такое что прям слова даже а да 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 это тоже я просто да мне не хватает квалификации для этого вот у меня если честно тоже потому что я немножко не изучал хотя и жил в том регионе вот кстати ребята немножко прерву тебя кому интересно цены на бензин вот в кронах можете посмотреть ног норвежские кроны и вот перевести посчитать это вот средний цены сейчас светятся то есть чуть ниже чуть выше бывают где-то 8 с половиной рублей да 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 продолжим их не знаю продолжим твою мысль что ты хотел сказать что я хотел сказать и по поводу того как взаимодействовать ну честно мне сложно взаимодействовать с людьми кто реально из бергена ну вот прям реально у меня есть чувак на работе я с ним общаюсь по-английски просто потому что я мне его реально иногда сложно понять просто так проще быстрее взаимодействовать а так обычно в принципе проблем нет но кстати как ты правильно заметил реально часто от норвежца зависит то есть допустим живет там пять человек в осло я с каждым из них общаюсь и я не со всеми могу одинаково хорошо общаться потому что кого-то я понимаю лучше кого-то я понимаю хуже тут уже чистые индивидуальные особенности речи проглатывает больше окончания кто-то там произносит их все-таки кто-то все-таки более медленно говорит я таких вообще обожаю да это точно что я медленно и медленно слушаю медленно анализирую информацию и когда они говорят очень медленно это мне прямо на руку играет да это для всех для всех кто начинает учить язык на может просто человек привык в русском ведь тоже есть например математике кто учился на мехмате очень часто в русском очень быстро говорят и очень сложно понять потому что они привыкли там говорить какие-то формулы там писать на доске да им нужно быстро говорить потому что иначе они не придут свою мысль а некоторые на русском да я к тому что это наверное не только русского свойства да это свойство это как тоже профессиональная деформация в какой-то степени вот и нам естественно с тобой будет проще понимать если человек говорит медленно потому что у нас есть время на внутреннюю транскрипцию этого всего и пока мы не можем говорить и думать на норвежском конечно тут тех пор вот потому что на английском я уже научил себя думать и вы могли по моим видео кстати обратить не на это внимание мне английские слова вылетают потому что мозг быстрее выкидывает английское слово потому что она точнее по смыслу соответствует я его произношу я вот себя некоторые могут за это ругать но я себя за это не ругаю и вот если кто-то хочет меня за это поругать можете в комментариях поругать меня за сейчас я могу сказать что у меня примерно такая же хрень между норвежским и английским потому что чаще все таки я сейчас использую именно норвежский и мне по-английски стало сложнее думать говорить потому что вроде я хочу какую-то фразу сказать а из меня рвется норвежский и мне приходится стопорить себя и перефразировать и еще какое-то время стоишь и тупишь и думаешь по английски то будет здесь наверное нужно сказать что великие люди переключаться просто между тремя языками вот так да 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 великие люди переводчики которые научили себя более чем 3 4 5 языкам которые умеют быстро переключаться и говорить достаточно на хорошем уровне на всех этих трех 4 5 а то и больше языках я могу сказать что я встретил как-то одну девушку она сказала что она владеет 12 языками сказал да ладно подожди как это возможно но она мне озвучила как бы на многих языках которые очень далеки по синтаксическому лексическому составу я ей поверил но история не об этом история о том что я потом встретил другую девушку на которой флажки этого клуб мундалинга где флажки клеют на майку и у нее на ее на ее куртки или майки рубашки было просто все залеплено флажками я говорю слушаю сколько языков ты знаешь ты реально их знаешь и ты просто хочешь все учить и она говорит ну типа я сейчас 24 но типа иду на 27 короче типа я говорю подожди но ты мне расскажи для чего это за языки в общем там языки из разных групп были и я понял что ну наверно такая фишка что когда ты уже 456 языков из разных групп там по одному знаешь с каждой группы то ты уже в принципе можешь довольно быстро адаптироваться к тому что все равно все языки основаны на этих четырех пяти шести семи группах как рассказать в чем плюс скандинавского языка знаю норвежский у тебя автоматом качается датский шведский да ты понимаешь в любом случае ты читаете ты можешь датский вообще прям на изи читается он вот реально очень похож слушать сложнее я так понял у меня была одна лекторша которая по-датски говорила ни хрена не понимал вообще нереально но когда читаешь принципе норм если ты хреново знаешь конечно норвежский тут и датский будешь хреново тут никуда не денешься но гораздо проще понимать шведским такая же он немножко позадротнее в плане письменного языка он более сильно отличается но все равно у тебя качается этот скилл то есть ты все равно понимаешь короче три языка после ни одного то есть паскада у тебя автоматом гораздо прокачивается это так что друзья переезжайте в одну из трех скандинавских стран и получите три языка по цене одного прочим шведы и норвежцы они на своих родных языках между собой да да они даже не перестраиваются особенно если только не постам требует компания или постоянно переехал человек да это забавно это забавная особенность это кстати интересно в разрезе поговорить о том что знаешь русские которые переехали на украину или украинцы которые приехали в россию или ребята из беларусь но не беларусь не будем брать потому что все равно все по-русски говорят даже несмотря на существование белорусского мне кажется языка они вам чисто формально мне кажется существует вот с украина немножко посложнее потому что из-за политической конечно обстановки ну на самом деле я могу сказать что вот у нас в русске если брать русскоязычные страны такая тема как диалекты наверное все таки присутствует между странами до украинский русский русский на котором украинцы и русский на котором говорят русские они немножко отличаются потому что они заимствуют слова из своего языка да плюс да 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 и с молдаванами также а вот у нас внутри россии как бы такого и нет там все то что мы считаем различными типы поребрик да 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 бордюр да там шаверма шаурма это все херня полный да я с тобой согласен абсолютно ну вот еще наверное продолжая такие с обсуждать сложности переезда в норвегию нельзя не вспомнить наверное я тоже уже немножко задевал эту тему своем видео но тем не менее тема медлительности с одной стороны позитивно с другой стороны негативно в частности что меня допустим раздражает медлительность конечно банков банковская система то что банковская система еще не перешла на моментальные платежи до сих пор хотя это наверно камень в огород многих стран в америке такая же беда с проблемами с платежками и только наверно крипта может здесь как-то ответить на этот вопрос вот ты чувствуешь еще что-то вот кроме банковской системы что ты бы хотел чтобы работала быстрее или лучше или вот какой-то такой формальный момент может быть государственный какой-то момент с преобращение государства или ну смотри норвегии есть когда приезжаешь норвегию надо прям зарубить себе три простые слова дю но вента означает ты должен ждать ты всегда чего-то ждешь здесь ни один вопрос не решается быстро здесь все происходит очень очень медленно если ты живешь в москве привык быстрому темпу когда как банковские все эти штучки говоришь вот так по щелчку пальца делаются все происходит очень быстро к ты заказать можешь там в мфц заказать бумажку те и сделают там достаточно быстро и условный пример я не знаю как это сейчас работает но примеров таких много в россии все гораздо быстрее здесь все очень медленно природный джем я свою резиденс перми ждал полгода который много дается не студенческая виза я полгода из этого года я только ждал чтобы они мне ее блин сделали при том что я даже карточку еще до сих пор не получил которая получу только в конце июня да это мне знакомая история абсолютно когда мне в некоторые моменты времени карта карту выдавали на один месяц последний когда она работать должна была это все забавно да это все очень медленно и плюс с учетом того что медленно еще и мы не знаем как правильно и быстро сделать мы их не не звоним не ворошим и в итоге это еще сильнее более меня ждать здесь если тебе что-то надо от государства ты ты будешь так да они пользуются обычной почты всегда то есть за теле ну ладно нет есть на самом деле через электронный банк там телефон оплачивать можно быстро первое время пока мне не было электронного банка скажем так мне приходила просто фактура счет фактура обычной почты бумажки вот бумажный конвертик тебе в ящик кидаю чтобы ты оплатил этот счет за сотовую блин связь да это не только за сотовую связь хочу заметить это же касается интернет магазинов это же касается и подписки на интернет дома это же касается кучи вопросов и самый прикол что вам может прийти этот счет естественно не сразу не моментально с запозданием и там может стоять дата какая-то завтра или послезавтра если вы типа время оплаты и причем здесь не как в россии если день оплаты уже настал это не значит что ты сегодня в этот день можешь оплатить да в принципе такая что можешь оплатить сегодня но платеж что дойдет не через два и ты уже будешь просрочен то есть если ты в день обнаруживаешь эту бумажку в день когда ее нужно оплатить что ты уже опоздал я в россии так очень часто выводил ситуацию здесь же это ситуация таким образом не вывозится я и так понял на самом деле что у них вроде за это строго как бы не карается ничего такого видимо они просекли фишку что у них очень медленно да на то что не карается я согласен какие не прилетают за это да 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 но ты там на неделю задержал платеж на объект уже какой-то такой был министр ка пара дней то они на это закрывают глаза но весь это еще зависит от с коммунности провайдера потому что у меня был у меня он и часто в принципе чили мобайл или как и чили мобил как он тут называется и он в тот же день то есть если я не оплатил в турне если оплатил в тот же день мне все равно приходит прилетает там 250 крон тариф 300 крон а за то что я не оплатил вовремя 250 то есть там 85 процентов стоимости тарифа за то что ты там на несколько часов позже платишь пришел им или на день может так что зависит от компании я смотрю что некоторые компании даже на этом наживаются и например я слышал что было были разводы такие что компания рассылали массу вот эти и инкасса до инвойсы и люди оплачивают по большинству ну по большинству своем своему особенно если небольшие суммы ну за что-то там да и даже не разбираясь как бы а по факту это просто мошенническая компания в они просто делали qr-код по переводу да и ты ты по нему просто переводишь деньги этой компании вот это вот этот момент конечно то что из-за вот этого всего нет какой-то верификации завод этих отсутствие быстрых платежей возникают вот такие вот сложности такое ощущение что норвегия в этом плане какая-то ну да потому что ну я даже просто сравниваешь там приложил ты как банальный пользователь то есть я не без понятия как там работает крипто и банковские переводы но вот на обычный на уровне на уровне обычного пользователя вот у меня есть приложуха сбербанка есть приложуха спарибанк норвежский ну просто небо и земля на сбер круче технологичнее удобнее но со сбером наверно не совсем надо dnb со сберу сравнивать потому что это все-таки другой порядок но даже я думал dnb приложение по моему но я в целом я с тобой согласусь у меня с банкин и на этом из банки не приложуха вообще знаете как выглядит у тебя не приложение для android у тебя приложение которое в в обморду просто загружает в рамочку этого вью короче и в итоге естественно выглядит не так как оно должно выглядеть на телефоне по сути у вас просто сайт упакованных приложения и если я по нему там приложение доставки или приложение какой-нибудь который неважно и который так сделает потому что им так проще быстрее приложение адаптировать то когда банк такое делает это таки вызывает вопросы типа ребята ну вы не переживаете что у вас там как бы этот лет лишний вызовет проблема безопасности да или даже хрен с ним проблема безопасности просто визуальный какой-то красивая смена там интерфейса до переходы между окошками там вот это вот все вы это не можете сделать в объем это просто к сожалению вот такая реальность это затруднено да то есть вот такие нюансы я абсолютно согласен что любой практически топ-10 топ-20 банков в рф опережают топ-10 топ-20 банков норвегии как минимум в плане не может не функционально но точно в плане вида мобильного приложения и юзабилити мобильного приложения вот это вот прям точно говорит александр немский абсолютно вообще есть еще знаешь такие моменты которым в принципе как если ты выходец из россии вообще постсоветской страны даже может просто просто из восточной европы то есть вещи которые просто как бы сложно немножко адаптироваться привыкнуть например алкашка продается только в государственной монополии вин монополии да которая работает там с 9 или с 10 до 6 вечера то есть после 6 ты крепкую алкашку не купишь на нее высоченные акцизы она здесь очень дорогая по сравнению взять бутылку джека в россии джек джека здесь разница будет огромная еще и в цене плюс по воскресеньям не работает вообще ничего все продуктовые закрываются так что если ты не затарился едой у тебя нет хавчика ты лох или иди в гренланд проблемы иди в джокер там есть все таки сеть которая работает иногда по воскресеньям это просто тут дату покажу вам что сейчас воскресенье да и вы видите по пути на дороге но тут конечно не сильно много чудо был на заправка работал заправки заправки работают вот а кроме заправок особо вариантов то и нет и джокеры да там ой какие магазин такой знаешь хач магазин сетевой который наценки там и ассортимент не очень интерес сейчас вот я извиняюсь за хач магазин как меньше плохого выражения такой да в общем есть свои тонкости и минусы но я могу сказать что я вначале тоже их как бы выделял в минусы такие неудобства но потом я смирился и я даже как бы какой-то кайф начал ловить с этого потому что ну типа если я знаю что все медлительно то я могу сам быть медлительным и иногда это плюс иногда это плюс то есть такой ну ну сегодня не успел жить ну ладно завтра там сделал ничего страшного и действительно в принципе ничего страшного может быть иногда что-то случится но в целом большинстве случаев ничего не происходит вот так что кто любит вот такой спокойный неторопливый образ жизни это вот однозначно хороший вариант очень странный сброс воды что там можно заглянуть и как вообще на самом деле такой ритм он если честно не прям по мне поэтому в осло мне нравится больше я я рад что я уехал из волды а ты имеешь ввиду что в других городах еще медленнее все чем чем тут там ты понимаешь что разница ты здесь ты город здесь прям нормальный европейский город все-таки городская жизнь от деревенской сильно отличается в любой стране в деревне ты когда живешь путь а пространство вокруг себя у тебя ограничено вокруг общения может быть из-за этого тебя развлечений тоже нет особо мне не говорю что я здесь в осло прям здесь отрываюсь каждый день конечно я просто хочу знать что вот если я хочу там сделать что-то у меня есть такая возможность я хочу распечатать фотки из инстаграма в этом знаешь аппарат такой есть болт ну киоск да просто автомат ты подходишь и распечатываешь а таких автомат есть блин только в осло ну вера в бергене может быть да в бергене если только все на всю страну да да банальный вот просто примерчик у нас недавно было обсуждение с подругой насчет того можно ли проявить пленку негативы именно проявить то есть не проявленную и родну потом в перспективе распечатать здесь и она обратилась japan фото в местный фото магазин который вроде бы этим специализирует на это специализируется и они словили да не вопрос оставляйте это стоит вот там 400 или там 500 или 600 крон мы отправляем в германию а причина по которой они отправили в германию ну понятно то есть из этих 450 там крон где-то 400 300 или 400 доставку через dhl а причина они сказали следующее ну типа фотореактивы дамажит экологию ну это типа вообще как бы да с одной стороны но с другой стороны блин ребята у вас там во первых это а во вторых здесь например насколько я помню согласно последним изгонали до сих пор разрешено сбрасывать с производства вашего любого в фьорд все что у вас там хотите короче ну понятно не твердый мусора жидкие химических разрешено это то есть это не никак не граника не регламентируется ребята вы думаете что фотореактивы вам нанесут больше вреда чем производство каких-нибудь моющих средств которая имеет доступ фьорду ну не знаю то есть есть такое еще момент странный еще и втор запрещают теперь вы уже на смазках не будет фтор уже уже не продается продажу уже перестали поступать в туристые смазки а что это для чего это расскажи я не впорочем короче такой небольшой экскурс беговыми горными как делать немножко шарик раньше работал с этим лыжная смазка парафин мазь скольжения понятное дело наносится для того чтобы лучше вы же скользили ну и также защищает там высыхание то есть структуру пластика поддерживать и втор это был такой очень важный компонент который очень сильно способствовал скольжению прям очень сильно чем принцип просто чем больше второго смазки тем круче у тебя поедут лыжи ну естественно если подобрано правильно по температурным вообще по погоде там как в зависимости от того какой снег у тебя какая температура какая влажность вот и сейчас из какого получается с позапрошлого что ли года в европе ввели запрет на производную на автор то есть сейчас автором нельзя и под это запрет попали еще вот как раз производители лыжных мы все и всем пришлось свою линейку перестраивать которые априори хуже вот нет как говорят все производители они все сделали альтернативную линейку которая ездит не хуже насколько не хуже сложно сказать потому что на этапах кубка мира на чемпионатах мира этой смазкой еще не пользуются потому что запрет на использование в гонках еще не вступил поэтому все все гоняют нас на старом но в магазине магазине ты уже сейчас в норвегии я имею ввиду уже сложно купить понятное дело там где в магазинах осталось на складах все эти остатки распродадут в россии я думаю там еще лет десять в туристах смазка в россии сколько лыжников много да серьезно я просто но и может и это за то что я из ростова я вот не ни разу нет ребята какие-то ездили там сочи куда-то там но в основном я сказал они не занимались не лыжами и там буквально это такое маленькое количество людей может среди всех моих там 300 400 друзей может да у меня просто как рук такой у меня технарию они мало кто спорта спортивной темы занимаются но все на пара тройка человек было а здесь вот даже технарии я все время слышу они там поговорят про лыжи там прошу то есть ну блин много реально людей больше чем в россии здесь надо понимать что вы же эта часть их культуры то есть норвегия лыжи это как австралии кенгуру одно без другого представить сложно вот мы в россии тоже лыжников очень много просто у нас нас население наверное побольше и она и у нас лыжи не является прям такой знаешь фундаментальной какой-то вещью нет такого стереотипа что все русские лыжники надо то есть стереотип что все норвежцы лыжник ну да потому рождаются слышим сравнивать немножко некоррект поэтому да тут в общем вот такая вот тема с фтором сейчас все забавно что на кубке на там на лыжах биатлоне там горных лыжах чтобы чтобы ввести полностью этот запрет на использование фтористых смазок все эти федерации планируют использовать какую-то машину которая будет проверять делать замеры скользящей поверхности до и после гонки чтобы проверить никто не использовал фтор потому что как ты можешь на честное слово что ввели запрет типы не будешь это как с допингом будет естественно нужно какой-то механизм контроля а это технологии до сих пор еще не разработали то есть они есть производстве как бы машина не на ней думают сейчас но уже вот второй сезон откладывают они введение этого запрета потому что у них нет возможности для осуществления контроля и неизвестно когда она появится как они доработают не доработают потому что это ну реально сложен достаточно даже просто на каком-то бы там умру не представить как это будет происходить как это будет скользяк так вот ребята если вы химики вдруг или в каком-то подобном производстве были замешаны ранее или сейчас или вы просто стартаперы ищите какую крутую идею вот вам замечательный горизонт планировать и на несколько лет вперед займитесь разработать разработкой таких машин которые будут это проверять и предлагайте эти машины странам евросоюза чтобы их сертифицировать поставлять оторвут с руками и ногами вот вам небольшой инсайт такой для тех кто внимательно смотрит нас длительный ролик на самом деле вот чего не отнять уж норвежцев точно но они реально двинутые на теме экологии то есть я не знаю там про это про то что говоришь на предприятиях насчет этих сливов но очень государственного просто но на обычном каком-то бытовом уровне все очень повернуты бережно относятся к природе мусор переработка все такое да да это то есть очень важно для них и они действительно к этому относятся серьезно и я думаю что здесь даже в плане там соревнований если какие-то любительские дойдет до того что такие машины понадобятся здесь будут раскупать только так я думаю не только в норвегии а думаю во всей европе запрета 1 ну да скорее всего после европы если кто-то не пришла всякий европе тоже ведут со временем это по инерции или по соображениям смотри черный кот нам дорогу переходит кстати бомсташон ребятки вот если вы здесь на машинке едете то у вас тут хлоп 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 и денежка с вашего кошелька снимается и вы за то что вы въехали заехали в новую зону так что вот это бмв сейчас чем в казну но здесь хорошо что деньги в казну идут не 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 рандомно куда-то конечно вот но в общем у нас вот такой вот обзорчик много позитивных моментов но есть и негативные каждый для себя решает но я советую всегда зрителям уважаемым приехать самим норвегию погулять посмотреть пожить подумать по его и поездить по другим скандинавских странам и вообще по другим европейским странам и ну попробовать на себе что это такое вот эти все плюсы и минусы о которых мы говорили и может быть найти для себя какую-то новую это получить новый инсайт ну и в общем спасибо вам что вы смотрели нас спасибо нам что вы нас смотрели надеюсь вам было полезно интересно пишите ваши вопросы в комментарии не забывайте если там будет что-то что вы хотите поставить на стол к обсуждению для нас возможно мы будем еще делать подобный формат и может быть интервью еще что-то в общем пишите и до новых встреч пока пока